Java User Group. Год был, понятно, тяжелый для всех, для вас, для нас. Но, тем не менее, мы в этом году очень много провели встреч. Я даже не знаю, сколько. Примерно где-то каждый месяц, плюс конференция Java Day Kiev большая. Сейчас мы уже опубликовали почти все доклады. На YouTube они уже все, кроме двух самых топовых осталось. Я их в ближайшее время выложу. И сегодня, в этом году встреча, мы пытаемся, надеюсь, у нас выйдет организовать онлайн-трансляцию. Всем привет. Вот, онлайн. И сегодня у нас будет два доклада. Первый доклад, посвященный Play Framework. Второй доклад будет не такой длинный по времени, но он будет таким вот основным вещам, связанным с написанием реактивного, с использованием реактивного подхода при разработке на неком таком практическом примере. Ну, то есть, без всяких фреймворков, как вы можете сделать свое приложение также реактивным. Как обычно, за лучшие вопросы и за участие в дискуссиях будет две лицензии от JetBrains. Компания сегодня разыграна в конце. И плюс у вас разложены анкетки. Вы их можете заполнить и потом положить в эту вот вазочку. За них от компании Pump Systems будет разыграно чашечки и рюкзачок. Так что активно участвуйте и дождитесь до конца. Да, после этого доклада у нас будет перерыв. Там будет чай, кофе, печеньки. Ну, а потом будет уже второй доклад. Все. И сейчас я передаю слово пешему докладчику Ивану. Спасибо. Один момент. Так, достаточно хорошо слышно? Значит, сегодня я хочу рассказать про Play Framework, вторую версию. Буду рассказывать про его Scala-вариант, потому что Java-вариант я его даже не запускал, если честно. А со Scala поработал достаточно плотно полтора года. Будет много примеров. Примеры кода постарался выкинуть оттуда особо крышесочащие штуки Scala. То есть я надеюсь, что даже Java-девелоперы, они будут достаточно хорошо понятны. Можно тут кратко просто три вопроса задам? Вот на Scala, ну просто поднимайте руки, если да. То есть со Scala вообще кто-то сталкивался? То есть там в программировании? О, отлично. А вот кому хотя бы о чем-то говорят, хотя бы половина вот слов там монады? О, вообще хорошо. И последний вопрос с Java. Кто сталкивался? Все, окей. Ну, отлично. Я просто почему про Java? Потому что иногда я не буду ничего объяснять, а буду говорить. А вот здесь так, как в Java, короче, и все сразу будет становиться понятно. Так, значит, что из себя представляет Play Framework? Если я вот так голову поворачиваю, тоже слышно? Значит, что из себя представляет Play Framework? Play Framework, он из двух вариантов Scala Java. На Java он такой, ну достаточно немножко унылый, вот поэтому будем говорить про Scala. Это такой full-stack MVC framework, то есть начиная от модели, заканчивая там вьюхами, контроллерами и работая вот всей этой там с Asset, там с JavaScript, с CSS и прочим. Тоже расскажу потом, что это такое. Значит, он весь из себя реактивный. На второй докладчик расскажет, что такое реактивность. Это сейчас мы его пропустим. Вот, и достаточно быстро, и в конце будут тесты по перфомансу, то есть, ну, такой, нормально. Вот, Framework stateless, то есть никаких вот типичных заморочек там с сессиями и прочим здесь нет. Поэтому горизонтально масштабируется, он, ну, настолько, насколько хотите. Запускайте 100-500 инстансов, прикручивайте load balancer, все работает. То есть, как добились stateless и отсутствие сессии, тоже расскажу. Значит, он, по сравнению с Framework, он гораздо менее крышесносящий, и он достаточно дружественный к разработчику. То есть, он, как бы, понятный, у него там хорошая консолька, у него есть вот все вот эти плюшки, то есть, asset compilation, это, там, вот, компиляция кофе-скрипта встроенная, там, валидация JS, CSS, вот, все, все в комплекте. Класс роутинг, тоже все покажу. И есть клевая штука, database evolution, это, рассказывать про нее не буду, то есть, на этом докладе я вообще не буду рассказывать про модель, потому что мы ее просто взяли стандартную и заменили на другие библиотеки, то есть, ну, как бы, особо, то есть, с тем, что есть в Play, особо я и не работал. Вот, database evolution, это такая штука для реляционных баз по обновлению версий, то есть, складываются скрипты, оно само умеет определить, ну, по наличию определенной таблички с версией, какая сейчас версия базы и накатить вот эти все апдейты. То есть, в основном, ну, понятно, что там продакшен и так не делается, это делается для девелоперов и для девелоперов очень удобно. Сейчас тоже покажу. Так, на этом дальше пойдут конкретные примеры. Я хочу показать демку с оплекухой, просто, чтобы пощупать, что это все такое. Значит, демка будет просто вот самая обыкновенная, ту, которую рекомендует Play, это Computer Database Application, ничего навороченного, там парочка экшенов, один контроллер, как бы, просто, чтобы вот вообще прочувствовать, что это. Да, взять ее можно, есть такая штука TypeSafe Activator, огромное сборище примеров всяких разных, то есть, ну, если что, для скалы качаете, смотрите, очень удобно. Так, консолька. Подключается, то есть, используется SBT, SBT это такой мейвен для скалы. Весь Play подключается как платин к этому SBT, соответственно, он в SBT добавляет команды плейевские в консольку, и вот дальше с ним можно работать. Так, то есть, допустим, то есть, все, запустил, то есть, запустил проект, compile, тут чуть-чуть подождать. Долго у вас проекты рабочие собираются? Значит, у нас самый большой проект, который у нас есть, этот, он состоит из трех модулей, ну, трех подпроектов, то есть, количество классов, ну, несколько сотен, да, то есть, сложно туда посмотреть. Он собирается где-то минуты, на этом ноуте минуты за три. Ну, тут еще в скале, а, да, извиняюсь, вопрос был, долго ли мои проекты собираются рабочие? То есть, скала, да, с этим немножко тормозящая штука, но нормальный, жить можно. Вопрос сразу. Будет ли рассказано, если нет, сейчас, пожалуйста, ответьте. А в чем заключается унылость разработки на плее, на Java? Ой, ну, простите меня великодушно, но в Java. Ну, смотрите, просто вот примерно один и тот же кусок кода, то есть, на скале пишется там в пять раз меньше и в три раза быстрее. То есть, тот же самый, ну, смотрите, есть, то есть, соответственно, всякие абстракции, то есть, те же, если, ну, скажем, в Плее много построено на асинхронных, ну, короче, на фьючерсах с командическими операциями, которых в стандартных Java нет, то есть, нужно какую-нибудь главу тянуть, и построено там на тех же лямбдах, ну, то есть, вся эта функциональщина. В Java нет, соответственно, там, ну, подождите, ну, да, оно сейчас появилось в Плее, я не знаю, то есть, адаптировали или нет. Я, я, джавовский, то есть, он появился раньше, не могу сказать. Так, на чем закончил. Да, значит, без вот этого всего, без этих всех абстракций достаточно, ну, то есть, они там использовали в Java немножко другие вещи, и оно все чуть менее удобно. Вот. Я, то есть, так, да, все, все, да, да, давайте на этом закончим. Скомпелялась, запускаем. Вот. Вот эта штука, это Database Evolution. Он посмотрел, что база нет. Тут используется InMemory H2, которая, понятно, что пустая. Он нашел скрипт инициализации и спросил. То есть, apply, то есть, база создалась, все со сел заплавилось, запустилось приложение. При апдейте версии, если база уже есть на другой версии, точно такой же вопрос будет. Вот этот режим работает только в девелоперском режиме, когда мы вот так через ран запускаем, потому что понятно, что на продакшене нельзя так спрашивать, это все, ну, очевидно. Значит, ну, тут как бы все работает, все кликается, ничего такого, простенькое приложение. Все интерес, весь начинается. Вот так, давайте я, наверное, сейчас начну по плюшкам, и заодно потом буду показывать в демо. Значит, контролеры и вьюхи. Ну, как я уже говорил, модель я пропущу. То есть, модель там проще, ну, стандартовская, плейевская, плейевский анорм для баз данных мне не сильно понравился, ну, у нас и другая база, и вообще слик рулит, то есть слик лучше. То есть, заменяется и используется другая модель. Значит, контролер с вью. Вот так выглядит контролер, плейевский. Что из себя представляет контролер? Ну, на самом деле контролер... А, черт, здесь нельзя выделять, блин. Вот эта штука, вот это контролер, то есть, ну, тут называется экшен. Экшен это, ну, если опустить, короче, по сути, экшен это преобразователь из HTTP-реквеста в HTTP-респонс. Ну, как бы все, чистый, то есть, в идеале он должен быть функциональный и без сайд-эффектов. Ну, забегая вперед, скажу, что на самом деле он преобразователь из реквеста во фьючерс с HTTP-респонсом, то есть, он еще и асинхронный. То есть, вот так оно выглядит, то есть, получаем какой-то параметр. Тут, на самом деле, происходит, вот оно через замыкание туда, вовнутрь передается этого экшена, блока кода. Там по юзер-ид получили пользователя и отдали. Вот здесь тоже происходит магия, потому что отдаем, вот окей, это просто HTTP, ну, называется response, не HTTP-респонс в плее, response там с уже выставленными хидерами, кодом и хидерами. И он принимает строку body. Вот эта штука, htmlpages hello, это просто, это вызов вьюхи. Вьюха в плее, это точно так же, если отбросить всю, ну, этот типы и прочее, то это тоже тупо функция, которая преобразует модельные классы в дерево htmlpages. То есть, вот так выглядит вьюха. Здесь используется свой, в плей используется свой шаблонизатор. Блин, твирк или твирк. Короче, как-то он... Твирл. Твирл, да. Его можно отдельно вытащить. Вот примерно так выглядит вьюха. То есть, после... Она... Про вьюхи будет отдельно, там тоже с ними все хорошо. И вот так выглядит ротинг. То есть, это мэппинг из URL в наши контроллеры и обратно. То есть, мы говорим метод, какой уровень, параметры, и параметры передаем. То есть, вот прям вот эту ссылку на action. Такс. Контроллеры. Если это все посмотреть в идее, то это выглядит... Выглядит печально. Значит, структура плейевского проекта. Аппликейшн, здесь ассеты, контроллеры, модул вью. Контроллер здесь один. В демо. Так, что же я хотел показать? Выглядит он как просто набор... Набор экшенов. Значит, здесь еще... Еще хотел показать такую штуку, как динамическая перезагрузка. То есть, если мы тут что-то поменяем, то есть, мы, допустим, из индекса вернем не home, а какой-нибудь... Ой, не redirect на home, а какой-нибудь окей там с чем-нибудь. Что ж такое? Вот так сохраняем. И открываем этот индекс. Что делает плей? Плей это все перекомпилит и перезапустит аппликейшн. Притом, он не то чтобы даже его перезапустит, он перезагрузит вот этот обжект с контроллерами. То есть, development происходит... Ну, это, кстати, вопрос о компиляции. То есть, не все перекомпилировать. Не все нужно перекомпилировать. То есть, если вы не собираете какой-то стейдж, то есть, для деплоя на продакшн с нуля, а просто девелопаете, то при смене одного класса перекомпилируется этот класс и зависимый от него. То есть, далеко не весь проект. Нет, database evolution — это отдельная штука. Для нее нужно просто вручную складывать апдейт скрипты. То есть, нет, через entity оно не работает. Ну, скажем так, то есть, как-то вот в скале не совсем такой типичный ORM-подход, он другой. Ну, я, возможно, не буду про него рассказывать. Это вообще тема отдельной большой лекции, а то и нескольких. То есть, потому что мы сейчас увязнем. Так. Дальше, дальше. Возможности с ротинга. Они... По ротингу спросить, а мы можем ротингу задавать аннотацию или нет? Нет. Значит, по ротингу. В плей для ротинга используется отдельный синтаксис вот такой. Этот файл тоже компилируется специальным, ну, то есть, он превращается в байт-код. По этому ротингу тут вообще очень здорово. Плей генерит классы ротинга и реверс ротинга. То есть, вы можете в темплейтах писать путь, прям вот используя там код комплишен и прочее, писать путь вот к конкретным контроллерам, и оно после компиляции темплейта туда подставит нужный URL. То есть, вы нигде в коде, нигде в темплейтах не оперируете URL, делами оперируете своими классами. Вот, поэтому на этом много завязано? Нет, аннотациями нельзя. Значит, возможности по ротингу, ну, как видим, разные, ой, разные HTTP методы, тут как бы без вопросов. Параметры можно биндить в путь, можно в query, то есть, если их в путь, они не забиндены в путь, вот как здесь там ordering, да, он, значит, будет подставляться в query. Вот примеры, ordering. Если их можно делать опциональными, то есть, указывая дефолтный value, ну, как здесь, стринг, или использовать option, ну, классический, скаутский подход. Наверное, все-таки скажу, option, это для тех, ну, чисто для джавистов, option, это попытка избежать нула в джаве, ну, если очень коротко. Optional. Да, есть, кстати, оно не с гуавы, вот перекочил, да, по-моему, с гуавы, да, есть. Ну, короче, да, вот гуава, это вот квинтэссенция функциональщины в джаве, до восьмой джавы, поэтому, да, все, что есть, все есть в гуаве. Ну, оно уже перешло в джаву. Кто перешел? Нет, ну, да, ну, я же говорю, до восьмой джавы, то есть восьмой джаве уже появилось многое свое. Такс. Ну, и так выглядят контроллеры, в которых используются эти, с которыми работает этот мэппинг, то есть тут ничего, то есть мы просто передаем, получаем параметры и все, как бы все просто. Такс. Экшн в рапперы, экшн в рапперы, это заменитель реквест-фильтров, сервис-фильтров, то есть, ну, при том, на мой взгляд, чуть более элегантный, потому что, ну, то есть он использует там всякие средства языка, ничего, никаких заморочек. Так у нас экшены, это тупо функция из реквеста в response, то мы можем ее обернуть другой функцией тоже из реквеста в response, из которой мы внутри дернем оригинальную. То есть вот пример этого, пример в раппера, который там выполняет логирование. То есть мы там с помощью кейс-класса оборачиваем оригинальный экшн, метод apply, это та штука, которая вот, дефолтный, этот метод, который будет вызываться, он и вызывает оригинальный apply у оригинального экшена. Ну, вот это немножко магии. Эти в рапперы можно вот оборачивать во много слоев вокруг контроллеров и как бы, ну, вот так оно и используется. То есть в play есть аналог реквест-фильтров в том плане, что они задаются один раз на весь аппликейшн, то есть это тоже можно сделать. Я не показываю примеры, то есть в демке сразу. Если кто-то сильно хочет увидеть пример по, в принципе, по любому слайду, говорите, покажу. Ну, иначе это просто будет очень долго. Еще раз. Play. Вот это? Нет. Но если интерцептор, то это, черт, я не помню, как называется, но по-моему, это вот тот механизм, который позволяет один раз задать, да, обработать все реквесты, то есть задать их там в конфигурации или там через global. Да, по-моему, вот в global задаются интерцепторы. А вот эта штука вы можете задать на каждый экшен отдельно. То есть каждый экшен можете обернуть нужными, то есть не везде нужен там ресервис, не везде нужен логинг, не везде нужна авторизация, то есть только те экшены, которые нужно. То есть добавлять какой-то функционал, да? Ну, конечно. Ну, то есть, ну, есть, то есть часть, часть, часть... Нет, 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 не наследование. Ну, как бы даже, знаешь, вот, знаете, если сравнивать, то это на аспекты похоже тогда больше. Но... Так, вьюхи. Вот по вьюхам демку покажу, потому что интересно. Значит, да, то есть они с помощью отдельного проекта, работают с помощью отдельного проекта, его тоже можно перетащить в свой, если нужно, твиру. Вьюхи, по сути, просто функции, которые преобразуют вот эти входящие параметры в дерево HTML, которое потом преобразовывается в RRF-bytes и отдается наружу. Они компилируются, то есть во время сборки проектов все компилируется, все как бы потом превращается в байт-код, работает быстро, все проверяется на этапе компиляции, все типы проверяются. Ну, а дальше, то есть, они могут быть вложены в вьюхи, можно там аналоги темплейтов использовать, аналоги в рапперах. И Reverse Routing. Reverse Routing, то, о чем я говорил, если нам нужно какую-то какой-то URL использовать, то мы используем классы, которые сейчас, как сказать, используем объекты, которые нам сгенерил Reverse Routing, то есть, по нашему файлу ротов, которые после компиляции темплейта превратятся в URL. То есть, у нас еще и весь путь, он проверяется тоже компилятором. То есть, мы не сможем там, если мы контроллер, сделали рефакторинг, переименовали контроллер, то ничего менять не надо. Тут они тоже переименуются. Ой, умный IDE. Все скомпилируется, и все будет работать. Да, вот эта штука, на самом деле, не плейовское изобретение. Его, ну, оно там, его немножко передрали с ASP.net библиотеки. Значит, здесь я хотел показать пример, во что, ну, то есть, как, как, во что эти вьюхи превращаются после компиляции. То есть, ну, типичная вьюха. Здесь работает, то есть, так как здесь, в принципе, используем, все типизированные, то здесь работает автокомплишн. То есть, мы можем, ну, все делать. и найду какой-нибудь... Преимущество, результат, то что мы можем рефакторить сразу во всех местах. Что именно рефакторить? Экшены можно. Вот пример ссылки с урлом. То есть рвоты applications index. Вот, кстати, отсюда оно сразу же умное DE перекинет на тот индекс, на этот экшен. Но после компиляции этого темплейта здесь будет подставляться url, то есть на вот этот экшен. А url берется из ротинга. Один момент, я хочу найти, во что превращаются темплейты в полиции. Сейчас, если… Блин. Если это не сделаю за 30 секунд, мы это пропустим. А при выводе спецсимволы автоматически декорируются? Значит, весь вывод во вьюхах, если он… Ну, короче, по дефолту все экранируется. То есть оно все… А, точно, вот оно. Значит, вот оно сначала генерит скалокод, который потом компилится. Вот это фактически валидный скалокод, сгенеренный из вьюхи. То есть здесь просто идет… Ну, они используют HTML-дерево какое-то свое. Блин. Да. Вот это руками читать не надо. Я просто показываю, что получается скалокод, который потом компилируется в байт-код и работает уже в рантайме. Так. Дальше. Вот эта штука – это по поводу stateless. То есть в Play они решили не заморачиваться с этими сессиями, и сессии сделали на клиентской стороне. То есть все сессионные данные сохраняются в виде куки на стороне клиента. То есть с этой кукой он уже может ходить на любой сервер, у него все данные там. Понятно, что при этом данных много там быть не может. Они не могут быть сильно секьюрными. Хотя Play защищает их от явно ручной модификации, потому что он их хэширует и этот хэш туда же в куку кладет. То есть если пользователь что-то поменял, мы об этом узнаем. Все станет невалидно. Но при этом все данные открыты. И есть такая штука, небольшой хак, называется Flash Scope. Это сессия, которая живет только до следующего реквеста. Это нужно, если у вас нет JavaScript вообще, никакого Ajax, и вам нужно какое-то пробросить там форму validation сообщения на следующую страничку, потому что потом они дальше уже не нужны. А если у вас есть Ajax, то у вас, во-первых, это не надо, во-вторых, Ajax еще и будет портить, потому что Ajax Equest пришел и сбросил эту Flash Scope. Работа с сессией выглядит следующим образом. То есть сохранение данных. То есть когда мы отдаем респонс, мы говорим, что этот респонс будет вот с такой сессией. Ну и дальше уже там мэп туда заталкиваем такой, какой нам нужно. Чтение, наоборот, из реквеста можно сессию вытащить. То есть никаких заморочек. И данные эти все будут храниться в KUKA? Все будет… И идентификатор сессии, а именно сами данные. Все данные. То есть вот этот мэп, который… Вот мы тут… Виссейшн. То есть вот этот connected и… E-mail это просто… Ну… Хэшмэп, да? Да. А если пользователи потом просто делают запрос заново, например, просто вот… Бранс или беншон? Он всегда натеряется и… Как новый язык… Кука, кука висит. Кука. Так, хорошо. Вот это можно тоже показать. Раз возникают вопросы… То есть мы просто возьмем вот отсюда. Вот это вот. Этот код. И поставим… Давайте в индекс. То есть тут мы не hello вернем, а еще и с сессией. Так, я запущу Firefox, потому что в хроме у меня не стоит нормальных плагинов для работы с куками. То есть теперь вызвали индекс и оно повесило нам куку… Не повесило… Вот она. PlayStation, в котором мы видим… Вот это то, что мы задали. И плюс… Хэш… Нет, это не ID сессия, это хэш для проверки. То есть если мы в этой куке ее руками модифицируем, оно с кодом не сойдется, и Play скажет, что сессия невалидна. Соль задается в конфигурации, то есть можно задать какую. То есть какими алгоритмами – не знаю, но соль в конфигурации присутствует. Не знаю, не смотрел. Значит, по view и контроллерам, в принципе, все. Давайте, наверное, сразу пока запомнились вопросы по view и контроллерам. Ну, первым рядам все понятно, а сзади кто-нибудь там есть вопросы? То есть получается, если нас не устраивает хранить состояние какое-то в куках, у нас единственное было бы охранить их… Значит, если мы хотим… Да, хороший вопрос. Вопрос был, если у нас в куке все не помещается, или мы не хотим… Или это не секьюрно, и мы хотим… Да, что мы делаем? Вот самый простой способ. Мы храним идентификатор сессии или там пользователя в куках, это окей. А на сервер-сайде мы уже тогда вручную используем, например, play-cache. Такая штука, которая хранит… То есть по ключу отдает значение. Ну, то есть мы… Тебе делаем искусственно это хранить. То есть… Причем play-cache у него же бэкэнды могут быть там в тот же мем-кэше. То есть мы его, опять же, можем расшарить между всеми нашими серверами. То есть мы, опять же, не приведем… Ну, то есть не нужно… Тут как бы вот эта вся штука для того, чтобы… Для горизонтального масштабирования. То есть вся эта stateless. Окей? Хорошо. Тогда следующий кусок – play-gson. Play-gson, на мой взгляд, офигенно крутая штука. Поэтому, опять же, даже если вы не будете использовать play, можно утащить к себе play-gson. Он отдельной библиотекой тоже предоставляется. Значит, ну, очевидно, что работа с JSON. Парсинг, преобразование в модельные классы. Какие плюшки? Строго типизированные. То есть там после парсинга получите дерево распарщенного JSON и состоящая из кейс-классов, которые можно потом использовать. Паттерн-матчинг и вот классические все эти Scala-фишки. Дальше она хорошо работает со Scala-кейс-классами. Scala-кейс-классы – это специальный такой скаловский, ну, очень клевый синтаксический сахар, который хорошо использовать вот для модельных классов. То есть скаловский компилятор для них генерит… для этих классов очень много всего полезного. Они иммутабельные, то есть с ними удобно работать, если у вас конкурент, параллельность. В общем, те, кто работали со Scala-кейс-классы, да, представляют, что такое кейс-классы. Ну, то есть на них много чего основано. Чем еще в PlayJSON? Никакого рефлекшена, никаких аннотаций. Вместо всего этого используется макро. То есть в compile-тайме это значит, что у вас будет уже потом готовый байт-код. Это быстро, это безопасно, так как вы все проверяете в compile-тайме. Неплохой error handling лучше, чем у других скаловских парсинг JSON-библиотек. То есть если где-то вы при парсинге, у вас что-то не может распарситься, он у вас в большем количестве. Очень часто скажет, где конкретно произошла проблема. То есть ты мог знать, какое значение не смог распарсить, какое поле не нашел. Все такое. И как уже говорил, как отдельный jar можно использовать. Значит, вот это, это пример использования PlayJSON где-то в 95% случаев, когда мы работаем через кейс-классы. То есть у нас есть кейс-класс Person с полями nameage и вот любит ли этот Person шоколад или нет. И для того, чтобы преобразовать JSON обратно, мы делаем вот такую штуку. То есть вся магия вот здесь. То есть мы делаем JSON-формат, это макро, который принимает тип Person и генерит нам преобразователь из дерева JSON в нашу entity и обратно. Макро умное, там циклические зависимости разбирают, выложенные все. Да. Мы же можем отдать саму Play, чтобы он ответы action сам преобразовал в JSON? Если вы отдаете, ну скажем так, нет, Play может, значит, стандартный request в Play, он не принимает ваши entity, он принимает дерево JSON. То есть ему нужно передать дерево JSON. А чтобы получить дерево JSON из модельных классов, нужно использовать вот эту штуку. Я покажу чуть позже. Окей? Значит, вот этот форматор — это фактически просто класс, который умеет делать read и write. Write из нашего типа в JSValue. JSValue — это базовый класс для узла дерева JSON. Ну вот как это, базовый трейд. И read — это наоборот. Из JSON получаем JSResult с нашим типом. JSResult, потому что он может быть JSSuccess или JSFailure с ошибкой. И пример кода по работе. То есть мы создаем наш модельный класс, делаем JSON to JSON от этого модельного класса и получаем JSValue, то есть это дерево JSON. Если его вывести, оно будет вот так выглядеть. Вопрос. А если у нас в JS-классе есть option name, можно ли разобрать? Да. Значит, option работает практически со всем. То есть работает с option, работает с коллекциями стандартными, с map. Там есть проблемы, у map работает, если string, кейс стринговый, иначе не работает. Да. Можем ли мы аннотации внутри? Нет. Настраивать. Какой формат сервизировать? Короче, в скале аннотации не любят. Вообще. Потому что аннотации это compile-тайм, ой, сори, это в основном, ну, в основном они нужны для рантайма, да. То есть их, конечно, можно в compile-тайме тоже использовать, но… То есть в скале подход типы. То есть используются типы гораздо более широко, чем… Да. Просто когда на какой-то класс сериализуют, и нам нужно, чтобы другой, например, какой-нибудь парсер смог его понять, например, за Jackson или еще что-то. Мы можем как-то влиять на вывод? Ну да. Так, еще раз, я не совсем раз понял. У нас есть модель, например, Gerson class. У него есть, например, вайп внутри какой-нибудь. Да. И вот нам нужно, чтобы он сериализовал это в такой формат, чтобы потом какой-нибудь там Jackson… А, я понял. То есть, я понял, если нам нужен кастомный форматор, правильно? То есть, чтобы один был класс, настроить как-то… Смотрите, как это делается. То есть вы можете… Значит, вот это… Дальше перейду. Вот это, значит, наиболее простой способ, когда мы просто берем наш кейс-класс, наш модельный класс, направляем на него макро и получаем то, что нужно. Мы можем вот так писать все руками. Я сейчас до этого дойду. И писать мы можем все, что угодно. Это если мы весь кейс-класс… Если весь модельный класс нам нужно сделать по-другому. Если мы хотим, чтобы все работало макро, но при этом только одно поле сериализировалось как-то по-особенному, мы вот тут перед вызовом макро в дефолтный контекст view помещаем implicit сериализатор для этого типа, свой, такой, какой нам нужно. И это макро вытащит именно наш сериалайзер, а не тот, который у него есть. То есть тоже можно. Вот. Так, значит, по поводу работы… Есть возможность как-то правила настроить для option-типов, либо их оставлять, например, пустыми полями, если их нет, или их вообще не указывают в JSON? Дефолты? Да. Окей, окей, окей. Окей, не вопрос. Значит, как будет преобразовываться ваш модельный класс JSON зависит только… то есть вот эта штука, форматор, типом, который вы используете. В данном случае это person. И у него есть преобразование из типа в дерево JS и обратно. То есть когда вы получили вот этот преобразователь, все, дальше уже ничего не сделаете. То есть вот он используется. То есть какой используется, такой используется. А вот пока, когда вы его делаете, тут уже можно делать все, что угодно. Если вы хотите, чтобы дефолтное поведение, если вот здесь указывается, там, ловчоковается, допустим, option boolean. Это значит дефолтное поведение. Он будет работать так. Если поле не указано, если optional, он не будет добавляться в JSON. Ну и соответственно, если в JSON нет этого поля, оно тоже здесь будет non. Можно вот в implicit scope, перед тем, как вы используете это макро, поместить форматор для optional, кстати, он в play есть стандартный, который будет null использовать, вместо, ну то есть не тогда, можно. То есть можно делать все, что угодно. Даже если бы его не было стандартным, его можно написать там в три строчки, да? То есть самое главное, что, короче, в Scali есть implicit scope. Человек уже улыбается, он знает. Я не смогу это сейчас рассказать по-быстрому, но… Implicit scope – это вообще implicit и в Scali такой интересный механизм, когда мы, значит, мы можем объявить, что какому-то механизму, какому-то методу, например, нужен implicit что и тип указываем, переменная с таким-то типом. Значит, он лезет в implicit scope, который есть на момент объявления вот этого метода и пытается в нем найти штуку с вот этим типом и притащить ее к себе. И вот насчет вот этого implicit, в Scali очень много магии, которые тоже иногда срывают крышу. То есть помещая в implicit scope нужные форматоры, мы можем управлять вообще полностью тем, что происходит вот здесь. Ну, то есть это какое-то глобальное определение. Допустим, если мне нужно кастомное поведение при формате персон, ну, допустим, у меня есть там building, в котором есть персон, и я хочу, чтобы эти персоны уже по-другому формате, если у меня будет использоваться старый implicit? Подожди, нет. Объявляешь новое, оно перекрывает свой старый. Делаете новый форматор, пардон. Я предлагаю этот вопрос обсудить после доклада, иначе мы слишком глубоко в него участвуем. Наверное, вот здесь нужно уточнить, что, значит, какие вообще шаги парсинга джейсона, может быть, это немножко сбивает с толку, потому что есть джейсон в виде строки, вот этот, то есть есть джейсон в виде дерева, какой угодно, то есть там с разными нодами, то есть это вот JSValue, а есть джейсон, который мы потом, ну, это даже уже не джейсон, а преобращение этого дерева в наши модельные классы, которые уже не джейсон. И вот этот весь форматинг, это про последнее, про дерево джейсона, превращение в модельный класс. То есть вот этот вот просто парсинг строки в джейсон, тут как бы никакой маки нет, он просто происходит. То есть джейсон в дерево, дерево в джейсон, это все, что здесь ничего не нужно кастомного делать, само все. Там массивы, все что угодно. Тут опять же происходит много магии, то есть вот эта штука там, например, то есть строка преобразоваться в JS string, там это в JS number, ну, нам это не нужно. Самое главное, что мы получили дерево и можем дальше с ним работать. А это обратная сторона, то есть вот эта штука, это похоже на xpath, только для джейсона. То есть мы из нашего дерева джейсона вытягиваем location, вытягиваем, у него потом latitude, и она нам возвращает вот такую штуку. Если вот этого значения нет, мы тут напишем не latitude, а там x, он нам вернет JS undefined. Значит, вот он пример. Значит, я не готов сказать, что вернет вот этот метод. По-моему, первый из них, но не уверен. Но специально для этого случая можно запросить вот так. Он вернет все и вернет, причем пройдет еще и по челдам. То есть вернет sequence со всеми нодами. Причем он возвращает вот прямо такой JS string, JS string, то есть тут может быть JS number, если какой-то name. А чтобы не идти по челдам, а только реакция? Можно как-то. Надо залезть в документацию, я сейчас не могу вот сказать. Ну точно можно. Зуб даю. Так, значит, это пример, что мы потом, если нам действительно нужны только строки, без связки, то есть мы можем сделать pattern matching, убрать лишнее. Ну вот это вот скаловский прикол. То есть вытащить из них только содержимое. То есть получим только строки. И последняя штука с JSON это ручное преобразование. Форматоры можно писать вручную. Если нам нужно что-то очень хитрое, то что, ну, то есть какой-то свой особый тип, мы пишем форматор. Форматор, на самом деле он разбивается, вот этот формат, это разбивается на два трейда read и write. То есть мы можем только читать, только писать. Все это можно, то есть все пока пропускаем. Форматор нужно объявить два метода. Очевидно read и write. Вот так оно выглядит. Read. Получаем дерево JSON. Вытягиваем из него с помощью конструкции наше name-age и love-chocolate. И возвращаем к класс Person. Райты еще проще, наоборот. Ну, потому что тут как бы никаких проблем не ожидается. И специально для такого есть отдельный синтаксис, как называется, domain-specific language для создания таких форматоров. Чуть-чуть более наглядно все выходит, но тут очень много магии. И вот, вот точно последний слайд по JSON. Как это все теперь интегрируется с Play. Очень просто. Вернуть response, то есть вернуть дерево JSON в виде response. А дальше оно само. Ну, так как дерево преобразовать в строку, в поток байтов не проблема, то Play умеет делать сам вообще без всяких вопросов. А users просто мы не можем? Нет, не можем. Ну, то есть он не знает, что делать с вашим модельным классом. И как его потом? Да, вот если хотите, чтобы это выглядело так, как будто вот сюда user, то можно написать implicit, который преобразует user в JSON или в строку. И вот синтаксис будет один точно такой же. Как C-шные макросы? Нет. C-шные макросы надо явно написать, а тут implicit он сработает сам. То есть это тоже после конференции, но это можно. То есть выглядеть будет вот именно вот то, что вы просили. Один в один. Так, и в обратную сторону, если нам нужно распарсить JSON, ну то есть обычно он приходит в виде body, мы можем указать, какой использовать body parser. В данном случае parser JSON. И если туда придет валидный JSON он его распарсят, из реквеста body будет уже иметь тип сразу JSValue, сразу дерево. С ним можно работать. Если не распарсят, он сам выдаст стандартные сообщения об ошибке, которые там можно перехватить, тоже показать по-разному. Так, у меня вопросы. Перерыв не пора делать или продолжаем? Нормально? Окей. Значит, асинхронность. Он про асинхронность скорее в Scully вообще, а не в Play. Значит, в Scully есть один из способов работать со всей этой асинхронностью и параллельностью, это Scully Java Futures. То есть, в отличие от Core Java Futures, в которых нет даже колбеков. То есть, Java Futures мы можем только await на него сделать и ждать результата. Залочь текущий thread. Все. В Play есть, во-первых, монетические операции, во-вторых, есть колбеки. Ну вот это лучше. Вот эта вся штука есть и в Гуаве точно. Ну, то есть, если хотите это в Java, то тащите Гуалу. Но уже в Java тоже появились. Нет, 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 нет. В Java теперь есть лямбды, а фьючерсы там, по-моему, по-прежнему такие же страшные. Есть в Play-фреймворке для Java. Нет, в Play-фреймворке. Они стандартные есть в самой Java. Ну, значит, в стандартных. Ничего дополнительного я не включил. Только они не включатся, по-другому как они называются. Значит, это не Core Java, это что-то еще. Ну да, это Play-фреймворк. Ну, окей, нет, могли изобрести свой. Знаешь, скорее всего, они в Play-фреймворке просто притащили Гуаву и все, и используют. Так, значит, работа с фьючерсами, монетические операции. Тут всего, как бы, две основных, Map и FlatMap. Map – это мы берем фьючерс, еще даже не completed. Говорим, что после того, как он completed, преобразуй результат с помощью вот такой лямбды, ну, то есть, TFS. И получаем, то есть, у нас берет там фьючерс от юзера, мы ему делаем Map этого юзера в JSON и получаем фьючерс с JSON. FlatMap – это то же самое, только если у нас преобразование из наших данных в другой фьючерс. И он эти два фьючерс, то есть, чтобы не возвращать фьючерс от фьючерса, с фьючерсом, с результатом, он эти фьючерсы объединит. В принципе, простой механизм, но очень функциональный. Да, функциональный, действительно. Значит, очень удобный. Делаем кучу фьючерсов, объединяем, 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 возвращаем другой фьючерс с результатом, который можно отдать в Play, а Play там дальше сам разберется. В результате никакие треды у нас ничего не ждут, все работают. Вот так это выглядит в Play-контроллере. Во-первых, тут… А, стоп, еще до Play не дошли. Просто метод. Метод, который получает user ID и возвращает enriched user, это юзер со статистикой. То есть, у нас есть два фьючерса. Первый – мы получаем пользователя самого кейс-класс. Второй – статистику. Теперь эти два фьючерса объединяем через flatMap, итоговый результат через map обрабатываем, получаем тут через замыкание все данные и возвращаем юзер со статистикой. Вот. Вот это выглядит достаточно страшно, поэтому в скале есть отдельный синтаксис for comprehension, который работает вообще для всего, что… …операции, в том числе и для фьючерсов. Вот он внизу – это тот же кусок кода, который после компиляции будет в байт-коде выглядеть точно так же, как вот этот, только с немножко более человеческим видом. То есть мы вытаскиваем результаты из фьючерсов и возвращаем итоговый результат. Я проверил, в стандартном play-lips есть app и в этом app есть promise. Так вот promise вообще есть, да, сам фьючер? Ну promise и фьючер не совсем. Promise – это такой фьючер, который можно закомплитить извне. Ну, по крайней мере, это стандартный скаловский. Я не знаю, что там… Ну, давайте не будем отвлекаться. Держи, я вот все это с радостью обсужу, но после доклада, потому что мы сейчас раз… Такс. Вопрос про вложенные фьючеры. Вы сравнивали, долго это быстро, когда у вас много вложенных фьючеров, вы даете что-то в итоге, результат этой вложенности или, скажем, не быстрее или будет разбить эту вложенность, как-то разграничить. Или вот даже не задавались вопросы. То есть насколько… Стоп. Компилятор или рон-тайм? Рон-тайм. То есть насколько большой оверхед, вот здесь, не готов ответить. Нужно тестить. То есть я доверился… Мы не ощутили никаких желаний, что тут пооптимизировать? Пооптимизировать? Нет, не натыкался. Здесь, скажем так, такой вот… Извиняюсь, вопрос был интересный и, наверное, заключается в следующем, что насколько большой оверхед у этого механизма объединения фьючерсов. Я так понимаю, просто по сравнению ступа с эвейтом результатов всех остальных. Какие альтернативы? Я не готов. Ну просто единственная альтернатива вот этого всего – это ожидать результата. То есть как минимум у нас один тред, который все это будет объединять, он просто в очице висит. То есть уже есть расход по памяти и немножко по порцу. У нас нет никаких лишних расходов, никто никого не ждет. Насколько оверхед… То есть я ни разу не сталкивался с проблемами. С другой стороны, у меня и не было там максимум, сколько их там, не знаю, 5-6 фьючер объединяются. Но, допустим, статистика, она в любом случае будет нуждаться… И если мы создадим два фьючера, и второй фьючер у нас использует результат первого фьючера, то получается у нас все равно будет… Если второй фьючер использует результаты с первого, то… Это не фьючер? Конечно, нет, ну как, тогда в принципе фьючерсы… Подожди, нет… Значит, выигрыша в параллельной исполнении у нас не будет. Но при этом, если мы все равно работаем с фьючерсами, у нас будет выигрыш… То есть фьючерс композишн в том, что у нас основной тред не будет ждать результата из обоих фьючерсов для того, чтобы объединить. То есть объединение произойдет вот в том же треде, где те работают, где они уже созданы в любом случае для фьючерсов. То есть можно было… Вы можете сказать, а можно забить вообще на фьючерсы, но ведь в большинстве случаев все-таки можно выполнять параллельно. То есть, да, бывают зависимости между ними, а бывает, что и не бывает. Поэтому фьючерс – универсальный механизм. Так, вот это play-async, вообще работа с асинхронностью в play, которая тоже используется, наверное, в 95% случаев. То есть это то, о чем я говорил, что action, он на самом деле не функция из реквеста в response, а функция из реквеста во фьючерс с респонсом. То есть вот тут мы опять же говорим play, что у нас, конечно, async, и из блока кода возвращаем не response, а возвращаем фьючерс с респонсом. В данном конкретном случае мы запрашиваем базу данных, получаем фьючерс с результатом, sequence пользователей, и с помощью map ее преобразовываем в JSON, и возвращаем результат. То есть отдали фьючер play, play умеет дальше там с ними разбираться, не лоча треды. Если не ошибаюсь, используя JETI и асинхронные сервлеты, но тут я могу и собрать, сервлеты P асинхронные. Но треды не лочатся. Теперь дальше больше. Это следующий механизм работы с асинхронностью. Рассказать про Энумератор Итеретти я не смогу, потому что обычно в интернете это отдельные 2-3 лекции уходит только на вот это все. Поэтому вот в общем, вот только в общем, вот эта, кстати, картинка, она врет. На самом деле это rocking science, иногда крышу сносят. Значит, что такое Энумератор Итеретти? Это вообще попытка решить стандартную проблему, когда у нас что-то производит что-то кусочками, и мы должны это кусочками потреблять. То есть продюсер-консюмер, стрим-хендлер с обработкой и Энумератор Итеретти. Отличие только то, что вот эта вся система Энумератора Итеретти, она… То есть вот Итеретти, в том числе он как бы state-less, у него внутри ничего нет. Он весь state прокидывает снаружи. То есть, соответственно, оно все без side-эффектов, его можно отдать, а там его итерировать, ну, как угодно, короче. Оно все functional. Оно достаточно, вот эта система Энумератор Итеретти, она достаточно широко используема вообще вот в Scala-библиотеках. Часто это именно плейевская библиотека, утащенная туда к себе. Недостаток complicated. Если что-то нужно сделать там внутри, то копаться, ну, не знаю, очень долго, нудно у меня, по крайней мере, получалось. Зачем нужно? То есть вот типичное использование Энумератора в плее. То есть мы можем в респонсе отдать не уже готовый респонс, а отдать Энумератор. Энумератор — это такой source для данных, который кусочки скармливает. Вот этот Энумератор, в данном контексте мы его просто берем из файла, и он этот файл, не вычитывая полностью в память, ну, понятно, по кусочкам читает, и скармливает в респонс в стрим. То есть весь файл не надо в память заталкивать. Ну, часто использование. Мы можем получить Энумератор, например, из библиотеки работы, из базы данных. Она вам будет скармливать каждую строчку в виде отдельного чанка. Тогда мы ее преобразовываем с помощью Энумерати и отдаем в респонс. Опять же, нам не нужно вычитывать, если мы там… Он отправляет юзеру или он будет таким образом просто где-то не загружать на уровне нашего кода, а только где-то у себя между этим Энумератором и стримом? То есть он в любом случае все-таки загрузит все и потом… Нет, нет, все, все, все в память не загрузит. В памяти в идеальном случае будет только один кусочек. То есть он будет постоянно давать нам по куску данные на фронт? Да, а почему нет? Будет в стрим скармливаться. То есть пришел один роуз базы, распарчивался, обработался, выдался в респонс. Все, можно garbage collector чистить все. То есть, во-первых, это быстро, потому что нам еще база весь респонс не вернула, а мы уже его обработали, уже начали скармливать пользователю. А во-вторых, это экономия памяти. Если garbage collector соберет эту память? Почему нет? А если у него еще будет гигабайт? Да нет, собери. Все, ну какая разница, надо будет — соберет. Соберет, соберет. Веб-сокеты. Веб-сокеты можно делать… Что такое веб-сокеты, представляете? Можно делать в двух вариантах. Вариант номер один — это с анумератором и iterate. То есть мы создаем… Во-первых, здесь используется не стандартный экшен, используется веб-сокет. Ну, отдельный механизм, потому что в экшен это все не укладывается. Приходит реквест, когда новый клиент подключается к нашему сокету, получает веб-сокет. На этом нового клиента вызывается вот эта штука. И мы здесь должны создать iterate, который будет обрабатывать вход от клиента, и создать анумератор, который будет отдавать ему выход. И потом это все вернуть в play, и дальше play с этим всем работает. То есть в данном примере мы просто используем println на всем, что нам скармливает клиент, то есть в консоль выводим. А клиенту просто один раз говорим hello и на этом заканчиваем. А где он понимает, что он считывает именно request? Ну, вот iterate? Или в этом статистском методе, в корыше, там уже идет понимание, что это… Ну, вот сейчас вот request, где у нас считывает… Значит, что такое iterate? Итерати – это такая штука, в которую можно скармливать что-то кусочками. В данном конкретном случае мы создаем iterate, который для каждого этого кусочка… Во-первых, каждый кусочек будет воспринимать как строку, а во-вторых, для каждого этого кусочка будет вызывать println. И вот такое iterate получили. Теперь чего бы мы в него не скормили, он подумает, что это строка, и сделает ей println. И вот этот iterate мы возвращаем. То есть мы можем их связать друг с другом. То есть использовать там какой-нибудь энумератор, в который… Что? Какой-то владеет самым ремент, чтобы… Конечно, конечно. А оно возвращается не в представление, а оно сразу возвращается в пользователю? Да, пользователю здесь. Если вы хотите, чтобы здесь еще сработал Vue… Ну, во-первых, это странно, потому что через VueSocket Vue не отдают… Я раз хотел спросить, например, вернуть там файл какой-нибудь пользователю без представления. Получается, можно использовать iterate и iterate? Нет. Если файл, то проще всего… Вот. Вот прям пример с файлом. То есть мы возвращаем энумератор, который имеет файл отдавать по кусочкам. Я сразу приношу извинения, что iterate и вот энумератор – это все скомкано. Ну, просто, на мой взгляд, тема навороченная. Ее нужно делать вообще отдельной лекцией, чтобы рассказать про нее все. То есть поэтому оно без подробностей вообще. Вот. Значит, чем плох вот такой подход? Тем, что тяжело работать, связать этот входной поток, выходной поток… State… Видите о концепции OOP. То есть когда у нас есть… Представляет собой отдельный объект, у которого мы не вызываем методы, а посылаем ему сообщение и получаем от него сообщение. При этом посылка сообщения выполняется асинхронно. То есть в разных потоках, через промежуточные очереди мы не паримся вообще. То есть мы можем эктору только посылать сообщение, а потом подождать, пока он нам ответит, например. Ну да, конечно. Нет, но на самом деле мы не ждем. Мы ему что-то посылали и все. А он когда ответил, у нас работал уже обработчик, и мы это обработали. А он мог и не нам ответить, а другому эктору ответить. Значит, штука… Ну, говорю, штука с эктором, вы утащили из Erlang, и в скале она называется ACA. Опять же, когда у нас открывается, когда приходят новые клиенты, открывает WebSocket, Play создает отдельно под этого клиента, создает эктор. И теперь все, что приходит от этого клиента, скармливается в виде месседжей эктору. Если эктор хочет что-то отдать наружу, он скармливает специальному, опять же, созданному плеем эктору, месседж с респонсом, и этот респонс уходит в WebSocket. То есть чем это хорошо? Во-первых, у нас теперь появляется нормальная возможность работать со стейтом, потому что у нас стейт хранится в этом экторе. Теперь у нас какие-то сторонние наши background-сервисы могут тоже в этот эктор отсылать сообщения, а он их будет нормально переправлять в WebSocket, ну, как бы, все по-человечески. То есть это пример. Простейший эктор, который просто… ну, эхо-эктор. То есть, что он делает? Он при создании у него получает… то есть, Play создает эктор, как параметр он получает, вот, ActionRefOut – это тот эктор, который Play создает для респонса, и receive-метод при получении сообщения он просто в этот респонс… отправляем обратный ответ, ну, дописываем сюда немножко своего. И вот так выглядит контроллер. То есть просто WebSocket with Actors. Входной и выходной поток рассматриваются как строки. и штука, которая… то есть мы создаем props. Props – это спецификация на тот эктор, который мы создаем. Тоже не буду рассказывать, это вот стандартная акковская штука. Вот здесь string, string для примеров, но здесь могут быть, допустим, там JSValue, JSValue, и тогда бы Play преобразовывал бы JSON для нас, и эктор получал бы вот здесь уже не string, а JSValue. И integration. В принципе, хорошо идем. Последняя концепция. Значит, dependency injection. По умолчанию Play сделан очень непривычно для Java-девелоперов, он как бы статичный. То есть экшены хранятся в контроллерах, которые просто обжекты. Ну, это аналог статик-класса в этом, в Java. Аналог класса со статик-полями внутри. Вот. Почему это сделано? Для кодерлодинга. То есть если у нас стейта нет, мы просто класс перегрузили, и оно не работает, если у него. Но вот для людей с тяжелым Java EE детством, которые привыкли вот к вот этим вот, да, сервисы, еще сервисы, потом вот еще вот такой вот ком. Вот. Нет, на самом деле удобно. Вот. Хочется dependency injection. Это можно. Это очень легко устроить. Значит, единственная точка для интеграции нашего dependency injection в Play это свои контроллеры в виде классов. Ну, а дальше они могут получать все dependencies, какие нам нужно. Как это происходит? Объявляем контроллер в виде класса. Ну, то есть экшены дальше совершенно обычным образом, с параметрами, как хотим. И в роутах пишем, что нам нужна не статическая ссылка на этот контроллер, а вот так, через add. Это значит, что Play будет его пытаться запросить особым методом, этот контроллер. И вот этот особый метод, он описывается в globals. globals — это такой конфигурационный object, который лежит прямо вот в корне аппликейшена. И у него нам нужно переопределить вот этот метод, headController instance, который получает класс того контроллера, который нам надо, возвращает instance. Ну, как бы все. А дальше вот это все наше. То есть здесь там dependency injection registry, который инициализируется при старте приложения. И дальше отдает наши контроллеры, у которых уже за injection туда все сервисы, у которых за injection еще сервисы. Вот этот весь ком сам раскручивает. Какой метод? Ну, мы сказали. HeadController instance? Значит, зачем переопределять его? Потому что если Play в своих роутах видит вот такую штучку, он будет этот контроллер не искать в класс пассе, а он запросит вот этот метод. Вот этот метод и передаст ему в виде класса вот эту штуку. А мы уже по классу должны сами инстанциировать наш контроллер. То есть вот… Если мы прописываем в макеринг, то есть… Да, вот тут мы можем написать, что если там класс такой-то, то нужно сделать new такой-то объект и вернуть его. Но обычно вот сюда заталкивается какой-то dependency injection framework, который все это делает. В принципе, давайте я, наверное, покажу прямо на живом проекте. Я на идею только начал переходить, поэтому старые проекты на Eclipse. Чтобы сейчас их не импортить, не… Нет, все-таки надо… Значит, вот этот проект, он с GoogleJuice интегрирован. И вся интеграция выглядит следующим образом. Вот он, Global. А, черт. Ничего не видно, да? А вот это получается в релиз версии до сих пор, но только в байпе, да? Еще раз. Вот это… Нет, нет, но это Jules. Нет, мне так удобно было. Можно аннотация использовать, то есть не проблема. То есть вот эта штука, это уже… Оно как бы Jules-специфик. То есть вы можете прикрутить туда что угодно. Можно Spring, то есть с его конфигами. И вот этого тогда не будет. Ну, это, скажем так, это был переходный прием. Я сейчас расскажу. Я попробовал разные, ну, эти фреймворки. Jules был промежуточный этап. Я пытался его, опять же, отучить от аннотаций. Ну, и оно вот так выглядело. То есть не совсем хорошо. Здесь самое интересное – вот эта штука. Блин, ничего. Один момент. Значит, вот это самое интересное. Это самое getControllerInstance, который просто у Jules берет его инжектор, а у него уже есть метод getInstance, который по контроллеру классу все возвращает. То есть фактически Jules делает за, ну, как бы всю работу, вот тут ничего не надо писать. Конечно, вот этот инжектор нужно инициализировать при старте приложения. Ну, и вот конфиг я затолкал прямо сюда, потому что его не сильно много. Какой недостаток? Недостаток – то, что мы забиваем на все, что команда Плея пыталась сделать нам легче. Потому что теперь у нас нормальная перегрузка не работает. То есть, если у нас меняется какой-то контроллер, нужно инициализировать все. Мы не можем просто этот класс перегрузить. И, соответственно, каждый раз, когда мы что-то меняем, у нас все, весь Апликуха фактически стартует заново. То есть, весь этот dependency injection реестр перенициализируется. То есть, насколько это плохо, зависит уже, конечно, от вашего приложения, насколько быстро все происходит. То есть, в принципе, при 30, 40, 60 всяких сервисов и данных, если они ничего не пытаются делать при старте, а откладывают это на потом, опять же, с помощью асинхронности, то, в принципе, все нормально, жить можно. Долго, долго, много времени не занимает. Так, какие я пробовал? Можно работать? Да. А вы пробовали cake pattern? Да, сейчас будет. Значит, ну, то есть, это интеграция. То есть, мы пришли к тому, что нам просто нужно dependency injection registry как-то получить. Вот как его получить? Вот варианты. Значит, пробовал. Первым делом, конечно же, я попробовал cake pattern. Представляете, что такое cake pattern? Можно не рассказывать? Нет. Короче. Значит, ладно. Те, кто не знал, все равно ничего не узнают, но я все-таки скажу. Ну, потому что никто ничего не поймет. То есть, это быстро не рассказывается. Cake pattern. Значит, в скале есть трейты. У трейтов есть такой механизм self-типов, но конкретно для нашем случае он превращается в следующее. Мы можем сказать, что прежде чем… Трейт – это аналог интерфейса. Значит, прежде чем мы этот трейт заимплементим каким-то классом, у этого класса должны быть заимплеменчены еще какие-то интерфейсы. Ну, понимаете, как это к dependency injection относится? Мы объявляем класс, объявляем интерфейс, объявляем сервис, объявляем его реализацию. Объявляем интерфейс, сервис, там, myServiceContainer, у которого есть наша имплементация, myServiceContainer.imple, который возвращает уже наш этот сервис. И теперь мы говорим, что прежде чем использовать вот этот вот наш контейнер с сервисом, нам нужно еще использовать, еще сюда же к этому классу, еще заимплементить интерфейсы, там, myDow, myDatabase и еще что-то. И нам компайлер это все соберет. Или не соберет и скажет, что ошибку выдаст. Значит, выглядит красиво, но чем черевато? Черевато то, что, во-первых, в два раза больше классов, то есть теперь нам еще и контейнеры нужно интерфейса, имплементацию. И у меня это все, то есть при 40 сервисах, ну просто вообще компилятор сходил с ума. То есть когда он собирал это все в кучу, происходило все очень медленно, очень печально, а IDE помирало вообще. Скала IDE? Да, сказала IDE под Eclipse. Нет, ну подожди, идея тоже себя не сильно хорошо. Идея на тот момент, когда полтора года назад экспериментировал, идея и Eclipse уже решал, на что подсаживаться. Идея вообще была беда, я могу рассказать почему. То есть сейчас вроде получше, жить можно, но тогда была совсем печальнее. Кто? Нет, значит так, идея мне не понравилась другими моментами, поэтому конкретно Cake Pattern я не смотрел. Но даже стандартная компиляция в СБТ была очень медленная. Сейчас я уже даже не проверял, то есть через полтора года, но тогда было все печально. То есть я забил на Cake Pattern и начал искать разные варианты. GoogleJuice как достаточно легковесный, пробовал. Нормально жить можно, быстрый, простой. Компиляция ускорилась раз и так в 10, наверное. Он знакомый Java-девелоперам. Но опять же остаются все эти аннотации Reflection и Runtime работа. И в итоге Маквайр. Маквайр это просто тупо макро, то есть мы ему говорим, что нам нужно создавать сервис, ну такую-то имплементацию, а он его все конструктор находит в текущем скулпе. То есть как бы просто примитивно, ну там опять же, когда у вас там около сотни сервисов, просто вот так вот пишем полотно в один реестр, и оно там дальше все само находит. Посмотрите на него, если вот со всем этим будете сталкиваться, вполне жить можно. Проблема то, что у него, короче, он не умеет работать. Если у нас сервису нужны dependency, часть, скажем, он должен сам найти в скопе, а часть ему нужно задать руками, то короче это нельзя сделать. Или все руками, или все сам. Ну вот это вот проблема. Все. Осталась демо, демо по перформансу. Ну и вопросы, но вопросы я старался по ходу дела отвечать. Значит, по перформансу есть специально запущенная отдельная Ubuntu, которая жрет одно ядро от этого ноутбука, которая турбобустом раскачивается до 2,9 ГГц. Ну такой достаточно слабенький ноут. 4 ГГц памяти, по памяти упираться не будет. Тестируем. Попутно расскажу еще про один интересный механизм. Значит, вот все, что я до этого показывал, это работа из консоли, это девелоперский режим. Понятно, что вот так в продакшене никто делать не будет. Чекаутить проект. Не, ну может кто-то и будет, но так неправильно. Чекаутить проект, собирать его, запускать. То есть, поэтому есть такая штука, называется Stage. Stage-команда, которая весь наш проект компиляет, со всеми его зависимостями, складывает вот так в отдельную папочку. Эту папочку можно перенести на сервак, и оттуда его запустить. Он сервер. Да, тут тоже нужно сказать, что Play-авские аппликейшены, они свой сервер содержат в себе. То есть, это не сервлет API. Его не встроишь там в Tomcat и сервлет контейнер, ну то есть сервлет контейнер или аппликейшен сервера. То есть, Standalone аппликейшен слушает порт, как бы сама вещь в себе. То есть, сделаем Stage. Stage будет компилять все, в том числе, темплейты, ну то есть вообще все. Нет, если мы делаем Stage, все Dependency будут внутри. То есть… В смысле? Конечно, нет, у него… Сейчас покажу. После Stage у нас получится такой аппликейшен, там будет папочка lib с джарником, будет папочка config, куда мы можем все настраивать, и будут там папочка со скриптами для запуска. Ну то есть… То есть, конфиги можно менять, конечно. А каких вариантов запустить это будет каким-то другим сервером? Нет. Play нет. То есть, есть Scala Framework и тот же Spray, у него есть интеграция там через сервлет API, его можно подсовывать. Ну, честно говоря, смысл. То есть, сервлет API, он… Ну то есть, его в стандартном варианте он не асинхронный, то есть, вот это вот все будет опять с пулом request, ну там, ну, этих самых, то есть, будут все тренды жраться, все висеть, как бы, ну… А если мы обнагляем часть приложения, то оно будет все перезапускаться, да? Ну, добавится, перезапустится, или запустится только те классы, которые нам нужны, или нет? Значит, если работать в продакшене со Stage, все, GVM стопнули, GVM запустили, значит, перезагрузка класса в продакшене не используется. Потому что, во-первых, это overhead, во-вторых, это, как бы, чревато. То есть, а в девелоперском режиме, да, используется. Если у вас не dependency injection, да. Так, Stage собрался. Сейчас покажу, как он выглядит. То есть, вот, вот onStage у него есть… А, ну, тут и доки папе сгенерил вообще красотень. Значит, либо со всеми джабниками, конфигурация и скрипты для запуска. Ну, как бы, все очень примитивно. Давайте запустим. Да, тут еще… А, да, все нормально. Он Database Evolution. То есть, так как он не будет в продакшен режиме спрашивать, ну, то есть, вот пользователь, а не накатить ли мне базу, да, потому что пользователь там ответит. То вообще предполагается, что база будет накатываться специально обученными админами, но есть ключик, который просто разрешает все накатить. Это вот специально от таких режимов. Вот не делайте так в продакшене. Все, запустилось. Значит, особенность, особенность перформанс-тестирования Scala, она заключается в следующем. Scala очень хорошо оптимизируется джитом. Ну, то есть, то ли она изначально такая тормозная, что без джита вообще жить нельзя, то ли просто, ну, джит хорошо с ней справляется. Но разница в производительности разве так в 4, наверное, в 5 получается, до джита и после. Что за фигня? Ну, интересная ситуация. Что же ему не понравилось-то? Может, айтишник? Нет, он по дефолту… А, application secret not set. Офигеть. А, потому что stage, да? Да, stage. Stage вон такой. А в not secret? Ну, давайте разбираться. Блин, прикольно. Стартовало до этого. Ну, в смысле, до того, как я все почистил. Application conf. Где наш… А ну, вроде фразка называется «сиро». Здорово. Аппликация точка секрет? Да. Стартовало солнце-сиро. Объя лепена? Продолжение следует... Ну окей, сейчас мы его еще раз перемучаем. Это печальная ситуация, когда вроде бы готовишься, сначала все потестишь, а потом все равно что-то ломается. Я его на хост-машине скомпилирую, потому что тут 8 ядер вместо одного чуть быстрее будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть даже вот такой тупо по отдаче... То есть все это потестить, всю подсистему ввода-вывода сокета. Я сразу скажу, что сравнивать здесь ни с чем не буду. То есть вы примерно представляете, ну в смысле, если хотите получить сравнение, вы представляете, чего вы у себя имеете в проектах. То есть есть сайт хороший, где разные фреймворки в разных позах и комбинациях сравниваются. И там плей, ну то есть он медленнее того же спрея чуть-чуть, но в верхнем квартеле. То есть по перфомансе среди вообще всех, то есть разных... Памяти он есть как любой Java application. То есть это типичный trade-off для Java application. То есть быстро, но памяти много. В принципе, да. Ну то есть... Какие аналоги есть? Ну, короче, то есть ведет он себя точно так же, как любой, то есть по перфомансу, как любой Java framework, не сильно замученный. Только за тем исключением вот этой синхронности. То есть если у вас много реквестов одновременно, памяти кушает меньше, потому что меньше тредов, отвечает быстрее и бодрее. И если вы активно используете вот отдачу кусочками, то отвечает еще и быстрее. Ну то есть не нужно весь реквест загружать в память и потом отдавать. То есть вот, в принципе, отличие. А так... Java request. Ну вот с одного ядра он нам отдал 1300 реквестов в секунду первый раз. Второй раз будет побольше. Это просто голод. Ну то есть максимальный перфоманс. Это он просто дергаем. Ну то есть отработка рейтинок контроллера и отдача строки. Hello. Сейчас еще раз. То есть, в принципе, со всей машины он выдает где-то там 13 тысяч реквестов в секунду. Респонсов в секунду. Это очень хорошо. Ну опять же, то есть там среди первых. Я имею в виду, если сравнивать с технологиями, то есть с формировками вообще всякие. То есть PHP, Ruby, Erlang, там все остальное. То есть это вот заслуга GVM. Ну то есть не Play, а конкретно. Play главное, чтобы все не испортили. Так, ну да, вот 1700. Нормально. И эту же базу попробовать просто Computers. Computers это один запрос к базе данных. In-memory. Потом еще один покажу свой текущий, ну реальный проект. DB через Reactive Mongo с кучей запросов. Mongo на хост-машине для того, чтобы не тормозило. Ну то есть чисто Play Framework и работа с JSON. По поводу потребления памяти. Вот этот аппликейшн, он у нас жрет вместе с In-memory DB 416 мегабайт. Честно, не могу сказать, сколько там занимает H2 из этого всего. Ну, вроде не сильно пугает. Гигабайт. Дефолтный. Так, не будем долго ждать. Ну, то есть одной ядра с базой данных. Нет, давайте второй раз. Первый раз пусть JIT отработает. Сейчас, буквально чуть-чуть. Что-что? Как раз на базу ШПА. Ну да. Но здесь да, это не сильно показательный, потому что используется H2. Это база данных, которая тоже на GVM и тоже она чуть-чуть отжирает. То есть мы скорее больше базу тестим. Ну, 325 запросов в секунду самого ядра, в принципе, тоже не так уж плохо. Получается, 2 секунды мы желаем. Вот там на 50%. Это 2 секунды. Еще раз. Это 2 секунды. Время ожидания. Время ожидания. Ну, короче… Ох, блин, тысячу параллельных запросов на одно ядро бедное. Короче, что было в тесте? Тысячу запросов параллельных. Кстати, наверное, AB даже с этим мог плохо делать, но неважно. Вот при одновременных тысяче запросов у нас получается ответ на каждый по 3 секунды, то есть 3000 миллисекунд. Вот он. Ну, то есть это оно размазало по всей тысяче. Ну, то есть 3 секунды на response при тысяче параллельных, с одного ядра. При этом никаких таймаутов, никаких файл от реквестов. То есть, ну, все живое. Так, и давайте реально страшный живой проект. Я его тоже на хост-машине скомпиляю. Как раз это был вопрос, сколько же все собирается. Потому что в одно ядро он будет собираться, ну, короче, нам надоест смотреть на это все. Можно же передать сразу, да, если поздно вас? Можно. Нет, можно вот это sbt, можно, ну, то есть не консольку использовать, а эти команды, ну, то есть, sbt и команды. Но, опять же, скалы-компайлер, он тоже написан на скале, и он тоже подвержен JIT оптимизации. То есть компиляция, первая компиляция, и компиляция, там, скажем, на пятый раз даже другого проекта, ну, из одной сессии, будет отличаться раз и так в пять. Да, вот это, ну, то есть включена серверная оптимизация, как, то есть стандартные настройки для Linux, для GVM. То есть тут. И, ну, сейчас компилятор, по-моему, 3 гига XNX выделено. Ну, хипо. Можно же использовать какие-то другие языки? Ну, допустим, мы захотим смешать с Java и с Ruby, ну, допустим, мы такие. Можно. Ну, нужно будет пинать sbt для того, чтобы она все это правильно собрала в байт-код, а после этого как бы все будет работать. Не, ну, на самом деле с Java скрестить довольно тяжело, потому что то, что написано на Scala, в Java подтянуть, ну, то есть Scala гораздо более обширна, вот в плане идей. И это, то есть нужно специально такой subset Scala использовать, если вы хотите потом это все в Java утащить. То есть обратно без проблем. Так, с компиляцией, ну, вот 83 секунды. На проект, блин, сколько тут классов? А, ну, не сильно много. 148 классов, да? А, тут еще 126, 148. Ну, что-то там компиляло, тут еще dependency компиляло. Так, запускаем. А, стечь надо сделать. Не, нормально, жить можно, то есть компиляция, ну… Нет, ну, конечно, это медленнее, чем Java, то есть Java собирается сильно быстрее Maven, то есть тут как бы даже без вопросов. Но, с другой стороны, в Java тут было бы не 146 классов, а где-то 500, поэтому еще неизвестно, да, что было быстрее. Ну, конечно, нет, ну понятно, но просто Scala более, как выразительный язык. И при этом красиво и удобно, и классов получается меньше. Ну, то есть это как бы объективно. Это одно из преимуществ. А, нет, классов на самом деле, классов после компиляции… Да, но в итоге каждая лямбда, когда превратится в этот самый анонимный класс, то да, 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 в байт-коде классов будет больше. Но вот эта штука, она статистику отдает по нормальным классам в коде, то есть не… Так, стечь мы собрали. Вот тут, кстати, стечь докомпелял еще все, что там вначале не скомпелялось, поэтому чуть-чуть дольше заняло. Идем сюда, отсюда. Что? Еще раз. Сейчас, один момент я смогу разберусь. Что… 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 Да нет, оно… Noimple Primary Note. Окей. Окей, почему? Понятно. А, значит… Вот это… Это shell-скрипт, который запускает GVM с параметрами и говорит, какой… Ну, то есть, с какой класс класса туда налив фолдер и какой класс оттуда запустить. Все. Дальше поднимается JT, в котором внутри play и все работает. А, так… Вот так… А, так… А, так… А, так… 56-й. Да, 56-й. Да, значит… Что… Что… Что будет… Что мы будем тестить? Есть Mongo, в которой лежат моделька. Ну, я почему взял живой проект, чтобы не писать вот это вот… Этих опять моделей, этих куча, короче… Вот отдается… Запрашивается пользователь… Received orders… По пользователю… Свод окей… Всем… Здесь штук семь разных модельных классов и огромное количество entity. Вытягивается все это где-то там с помощью четырех-пяти реквестов к Monge. И вот это вот все безобразие… То есть Mongo крутится на хост машине, то есть она не будет вот то одно ядро жрать. Вот это все безобразие. Сейчас погоняем. Вот, но здесь точно надо дать время на оптимизацию, потому что… Беда. Да, вот это внизу, это Htop, это с квест машины, которые вот стоят бунты. То есть вот ядро жрется, памяти пока все еще не сильно много. А, ну здесь это… Нет, здесь памяти сильно больше потребляется, потому что это же обестроенная база данных, это вот оно столько жрет. Так, первый раз у нас работало всего лишь 61 запрос в секунду. Ну то есть 81… А, короче, в общем, вот эта вот штука доходила у меня до сотни запросов. Ну то есть с одного ядра при действительно тяжелой бизнес-лочке, ну достаточно большом количестве запросов к базе, получится с одного трехгерцового ядра 100 запросов в секунду. О, 115, отлично вообще. То есть там с восьмиядерного сервера, то есть параллелится все хорошо, примерно вот по количеству ядер будет прирост, с восьмиядерного сервера почти по 1000 запросов нормально. Нормально. Что ж так, ну не то чтобы совсем страшно. По перформансу все, я вот сейчас показывал, вспомнил одну интересную штуку, которую вообще напрочь забыл показать. Она будет важна, то есть уже для таких небольших маленьких приложений, это с ассетами. Ассеты это вот JS, CoffeeScript, CSS и прочее. Почему важна? Ну потому что она показывает, насколько вот в плейе так мы говорили об этом аспекте. Возвращаемся к тому же старому примеру, что здесь используется, он подтягивает Bootstrap и подтягивает что-то тут с JavaScript, короче какой-то JavaScript он тоже подтягивал. Как это все происходит? То есть есть отдельно ассет контроллер, который умеет все это отдавать. То есть в принципе стандартные механизмы плейевские используются. при этом ассет контроллер умеет отдавать. Во-первых, все это из папочки ассетов, которые в приложении лежат. Сильно громко. И умеет отдавать с помощью, то есть у них есть специальные джарки, в которых все это пакуется. Ну то есть нужно jQuery. Подключили build.sbt, подключаем webjar под названием jQuery и фигак у нас есть в проекте jQuery. То есть не надо его руками тащить. Ассеты. Здесь она пустая, то есть тут только стандартно используется, но если мы сюда что-то покладем. Давайте CoffeeScript. Какой-нибудь самый минимальный валидный CoffeeScript. Я просто в нем не знаю, вот это валидный. А теперь давайте попробуем этот CoffeeScript вытащить через ассеты. Ассеты. Тест Coffee. Только не Coffee, а JS. Опа! И мы вытащили JavaScript, который скомпилялся из нашего CoffeeScript. При том, то есть понятно, чем удобно. Пишем на CoffeeScript, вытаскиваем. Я не знаю. То есть у JavaScript, конечно, у фронтенщиков есть свои там системы сборки. Но если пишется одновременно сервер-сайт и Client-сайт, то вот это вот очень удобно. Если мы тут напишем какую-то фигню, то он при сборке, конечно. В compile-таме. Если мы делаем стейч, он все скомпиляет и… Блин, эта фигня оказалась валидным CoffeeScript-ом. Я не знаю. Как сделать невалидный CoffeeScript-ом? Я не знаю. Как сделать невалидный CoffeeScript-ом? Я не знаю. САС, ЛЭС и прочее использовать. ССС. То есть все пулатинами докидывать и все работает. Если надо что-то быстро, очень удобно. Все. У меня больше нечего рассказать. Я на вопрос, конечно, отвечал по ходу дела. Но если сейчас что-то есть, то тоже с удовольствием обсудить можно. Да, ты по порядку. Я помню. Первое. Насколько в киевских компаниях на реальных проектах сейчас воспространен PlayFeed Premium? То есть вы друг друга знаете в лицо, например? Я вообще в Киев переехал летом и мне очень тяжело найти Scala Community. Оно куда-то делось из Киева. Говорят, до этого было хорошо. Тоже плохо было. То есть скалистов много, проектов на скале дофига. Да, деньги платят, но большая часть скала проектов в Киеве это такой хайлор бэкэнд и Play там нет. То есть друг друга программят на Play профессионально я не знаю в Киеве. Ну да. И второй вопрос. Учитывая, что LinkedIn был сделан на Play, на Хабре можно найти, но исключается мнение, что PlayFeed, например, для стартапчиков, для чего-то… Прототипов, то есть то, что надо быстро замутить, он позволяет быстро сделать, на лету отправить заказчику, а дальше уже когда это все… Нет, а какие проблемы? То есть вот какие проблемы вы ожидаете с этим всем? То есть контроллер у вас его разложен аккуратненько, можно под модуль, можно там саб-проекты делать. То есть единственная проблема – ротинг-файл, который… Ну, по-моему, у него есть энклуды, я могу соврать, я не помню. У меня просто ротинг-файл не разрастался там больше, чем там до нескольких сотен ротов, он у меня пока один. Да, то есть я… Ну, по-моему, можно энклуды, то есть надо смотреть. Ну, то есть я не вижу, где можно упереться. То есть пока вроде все хорошо. Мне кажется, у Play Framework, так вот субъективное мнение, с ASP.NET больше общего, чем с Java? Ну, наверное, у Scala даже больше с .NET. Глобал конфигурация файлы, потом роуты тоже отдельно сдаются. Окей, окей. Ну, взяли, да, много слезали. Ну, все. Не, ну, если удобно, почему нет? То есть слезали и слезали. Да. Значит, в Play нету вообще, но я не знаю, есть ли такие библиотеки на Scala, именно ScalaWay. Да, вопрос был, есть ли обработка картинок в Scala. Но сто процентов можно в Scala притащить любую Java библиотеку. А в Java они есть, это вот железно. Нет. То есть у нас, скажем так, клиенты картинки не закачивают. То есть файл пришел от админа, и мы вот как есть его сложили, а отдаем мы вообще не через Play, а отдаем мы с отдельных серверов, то есть через Nginx. То есть картинки – это такое дело, что… Ну, то есть вот отдача файла с Play, вот так вообще, по идее, в проекте, в продакшен делать не нужно. Нужно отдавать Nginx. Ну, извините, что на конвертере можно какой-нибудь видный конвертер из него и Scala. Так, ну, в Scala можно использовать любую Java библиотеку. Это, кстати, один из плюс Scala, что есть огромное количество библиотек, которые можно притащить, при этом программить на нормальном современном языке. Можно все-таки немного больше про кэширование? Что? Закругляться? Ну, я уже на все вопросы отвечу. Ну, реально просто… Значит, по поводу кэширования. Кэш в Play есть стандартный кэш API, который представляет из себя тупо дикшенари. То есть, причем, вот, кстати, он, к сожалению, он не синхронный. То есть, мы говорим, дай нам по ключу, а нам возвращается optional с результатом. Option с результатом. То есть, не future. То есть, если мы хотим что-то там замутить, то нам надо делать await. Это фигня. Ну, что хорошо, у этого кэша есть разные бэкенды, которые можно подключать к чему угодно. То есть, по дефолту он in memory, а так можно его прикрутить… Он как-то ответы… Можешь кэшировать, чтобы… Еще кэшировать? Он уже кэш. Да. Не, ну, можно метакэш написать. Можно написать свою имплементацию, в которой есть кэш-кэша. То есть, можно. Скажем, чтобы скорость была максимально приближена к тому же ng-рису. Нет. Ну, на Java не сделаешь, как на сях. Ну, никак. При всем желании. Ну, это без шансов. Да, вот там сзади было. Особенности тестирования это есть? Да. Да, это вот важный point. Значит, вопрос был, есть ли особенности тестирования. Особенности тестирования, что, опять же, в Play, я так подозреваю, что в угоду вот этой всей динамической версии, у них, короче, много static конфигурации. То есть, у них, например, текущий Play Application, он лежит просто static в филде, короче, ну, в класс-пассе. Соответственно, мы не можем писать тесты так, чтобы они не понялись. Это фигня. Вот. Это плохо. Но, кроме вот этого момента, все остальное хорошо. То есть, есть стандартные методы, которые позволяют тестировать контроллеры отдельно. Тогда не будет сервак подниматься. Есть обертки для тестов, которые позволяют запускать сервак и к нему ломиться. То есть, это все вот прям вот готово. То есть, там, для ScalaTest все есть. Вот прям, ну, ScalaTest, Scala… ой, ScalaCheck, да. Не, не, спекс-2 они, по-моему, рекомендуют, но ScalaTest тоже отлично живет с Play. То есть, тестировать можно, можно тестировать красиво, единственное, что не в параллель. Да? Еще вопросы? Ну, просто если нет, то закругляемся. Мне тут уже вот машет. Все. Все. Спасибо. Сейчас у нас будет… небольшой… Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Тут печенье чай от спонсора… Ну, тут ключик уже… Ну, тут ключик уже… Ну, тут ключик уже… Оставлю… Минава, преседы, покойки… … … … … … … … … Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Один, два. Нет? Спасибо. 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 Продолжение следует... Нормально? Пойдет? Хорошо. Значит, меня зовут Дима. У нас сегодня будет очень короткий доклад в продолжение предыдущего касательно реактивного плея. Я бы хотел немножко продеть свет насчет всей этой реактивности. И вообще в последнее время это стало очень популярным басвордом. Итак, как можно добиться подобной модели поведения обработки в спринге? Значит, кто использует Spring MVC? Отлично. То есть ничего нового особо я не расскажу. Как выглядит типичный метод контроллера в спринге? Это обычный публичный метод, который возвращает завершенный результат. Что при этом происходит внутри диспатчера серолета? То есть как он обрабатывает входящие запросы? Используется потоковая модель. То есть на каждый входящий запрос, на каждый реквест из пула берется отдельный поток, и в нем происходит обработка, собственно, вот этого метода. Это называется синхронная обработка запросов. Теперь, допустим, у нас есть чуть более сложный контроллер из двух методов. При этом один из них весьма тяжеловесный. Обычно это какая-нибудь блокирующая операция вроде доступа к базе через, например, GDBC. И, допустим, во множестве этих методов контроллера есть какой-нибудь легковесный, который на самом деле не ходит никуда ни по сети, ни в кэш, ни, ну, максимум в локальный кэш, возвращающий какую-нибудь статистику. Так, и предположим, что по дизайну, так довольно часто на самом деле бывает, они все запакованы в один контроллер в одной вертикали API. Представим, что блокирующий метод выполняется довольно долго. Мы можем это эмулировать случайной задержкой. Ну, а неблокирующий метод, допустим, умеет моментально вернуть результат. Если мы попробуем выполнить тест, называемый C10K, на такой API, мы увидим следующую картину. Кто знает, что такое C10K? Тест. Ага, понятно. Значит, это нагрузочный тест, когда на, ну, допустим, на Endpoint заходит 10 тысяч пользователей, одновременных, 10 тысяч одновременных сессий. Они не обязательно, ну, то есть не каждый пользователь делает непрерывные запросы. Он может ходить по сайту, там, делая запросы с интервалом, там, 2, 3, 15 секунд. Но в каждый конкретный момент времени одновременных пользователей у нас 10 тысяч. Так. Итак, и как ведет себя сервер под такой нагрузкой, если у нас в контроле присутствуют блокирующие вызовы. Всем достаточно видно, что на картинке? Окей. Значит, мы видим, что не успели наши 10 тысяч пользователей запуститься. Это желтая тонкая линия количества одновременных пользователей. Как у нас уже начинаются отказы в обслуживании. И за все время работы теста у нас примерно обслужено меньше половины клиентов. Чуть-чуть больше половины клиентов. Так. Собственно, пару слов о том, как можно такой тест у себя локально запустить. Допустим, вы, скорее всего, такое не сможете сделать G-метером. Опять же, потому что он работает на потоковой модели. Каждая сессия, создаваемая G-метером, это один поток. Естественно, вы максимум сможете нагрузить там тысячу коннекшенов одной машиной. Чтобы сделать C10K-тест, надо кластер G-метеров, потом агрегировать результат, анализировать его, но более сложно. В справовском мире есть такой фреймворк Gatling. Он построен на основе NIO. Использует всего лишь один поток для генерации нагрузки. И, в принципе, на Gatling вам ничто не мешает с одной и той же машиной запустить и нагрузить сервер этим тестом. Конечно, это не совсем показатель, но для выявления возможных узких мест на ранних стадиях или же во время Continuous Integration это вполне приемлемо. Теперь, как можно это побороть? Как прошлый докладчик правильно заметил, Иван говорил, что в серверной модели по умолчанию большинство серверов сконфигурированы на синхронную обработку. И так было вплоть до третьей спецификации сервера. Но, начиная с сервера 3.0, нам дали возможность обрабатывать входящие запросы асинхронно. То есть, по сути, это все сводится к тому, что входящий запрос просто выполняется чуть-чуть изолированно в другом пуле рабочих потоков, не в том, где происходит, собственно, обработка HTTP-заголовков, URL-параметров и так далее. Разница между спецификацией 3.1 и 3.0 тоже немаловажная. В 3.1 нам еще позволили использовать неблокирующие I.O до сервера. То есть, если у вас приложение крутится в, например, Томкате версии 8, то, скорее всего, он сконфигурирован так, что там используется реактор-шаблон, в котором всего лишь один поток сидит на входящем селекторе и диспетчеризирует все запросы уже в рабочий пул диспатчер серлета. Это тоже немаловажно, потому что также приводит к увеличению одновременного количества клиентов на сервере. Так, и, значит, Sprint, начиная с версии 3.2, то есть уже довольно давно, имеет API, которая автоматически использует возможности асинхронного серлета при обработке. Для этого нужно сделать довольно простую вещь. Вместо законченного результата можно вернуть либо Future, либо Callable, который в будущем, завершившись, отдаст конечный результат. При этом подходе запрос будет, опять же, диспетчеризирован в отдельный пул, как бы изолировано от пула обработки HTTP. Есть еще одна возможность, называется Deferred Result. Разница между Callable и Deferred Result в том, кто отвечает за управление этим пулом. В случае с Callable пул управляется спрингом. По умолчанию это, по-моему, Simple Worker Pool, как-то так называется, сконфигурированный на 200 потоков. В случае с Deferred Result вы сами ответственны за то, в каком экзотютер-контексте будет обработан ваш запрос. И изменив блокирующий вызов на… Точнее, даже не… Мы его не делаем не блокирующим, мы его всего лишь изолируем от подсистемы обработки запросов. Так, то есть с точки зрения клиента, он как выполнялся 3 секунды, так и будет выполняться. Но при этом сервер способен обработать гораздо большее количество нормальных клиентов. Как видим, по нагрузке все 10 тысяч клиентов были обработаны и отпущены довольными. По поводу, ну, собственно, к чему это приводит. Это, на самом деле, один из неотъемлемых факторов, когда мы планируем наш уровень обслуживания, потому что таким образом мы изолируем, ну, точнее, не изолируем, мы гарантируем, что и долгие клиенты, и быстрые клиенты будут отпущены, ну, гарантированно. Собственно, так. Теперь это только то, что касается, грубо говоря, входа, то есть, не знаю, фронта. Не знаю, как это по-настоящему назвать. В конечном итоге мы все равно не решаем проблему, почему у нас блокирующая операция происходила. То есть, мы не устраняем саму причину блокирования. То есть, если бы у нас в этой блокирующей операции был GDBC вызов или вызов уделенного веб-сервиса через блокирующий ИО, либо файловый вывод, с которым… Тут нужно, как бы, начинать думать, как бы применить альтернативный подход. Например, если это GDBC, то вы с этим ничего не сделаете, по сути. Потому что GDBC по спецификации он обязан использовать Java.io и, скорее всего, он никогда не будет заменен на Neo-драйвер. Ну, потому что по спецификации. Альтернативой, например, может быть переход на новые, скажем, так называемые неблокирующие драйверы. Они существуют для MySQL и для Postgres. Опять же, они построены на Neo, но, допустим, если вы используете какой-нибудь ORM, типа хибернейта, естественно, он не сможет воспринять API этого драйвера и ездить на нем, если так можно сказать. Потому что все вызовы, они возвращаются в совершенно другие типы данных. Там будут фьючи, коллабы и тому подобные вещи, отложенные результаты. То есть, до сих пор не придумали решение, чтобы все-таки использовать, да, API? Да, это не хибернейт. То есть, хибернейт используют GDBC для хождения в базу, а GDBC блокирующие, значит, хибернейт блокирующие вызовы делает. Единственное, что мы можем делать, это, опять же, изолировать, ну, то есть, мы локализовали блокирующую операцию, и мы должны ее изолировать от потока выполнения оставшихся клиентов, чтобы минимизировать влияние блокирования, если мы не можем его избежать. Что такое эффективность? Это базворд. Это новомодный базворд, который, на самом деле, под собой имеет набор поведенческих паттернов. Одним из них является, например, реактор, который, ну, вы, скорее всего, можете увидеть его в нете. То есть, нетевский транспорт, как он работает, выделяется всего лишь один поток, который слушает входящие соединения. Когда на сетевую карту, грубо говоря, на буфер сетевой карты падает пакет, с помощью механизмов операционной системы типа пол, епол, селект, мы инвертируем, скажем, поток выполнения. То есть, есть такой принцип, называется don't call us, we call you. То есть, мы инвертируем, грубо говоря, зависимость. То есть, мы предполагаемся на низкоуровневые примитивы операционной системы для того, чтобы определить, когда нам нужно производить обработку. До этого обычно, как в блокирующем вводе-выводе происходит, мы делаем запрос на отправку, допустим, данных, и поток замирает до тех пор, пока обратно в буфер сетевой карты не придет ответ. При этом в этом потоке никто больше работать не может, потому что он заблокирован, он находится в состоянии блок. Вот использование вот этого паттерна, когда всего лишь один поток выделяется на обработку входящих или исходящих пакетов, и при получении сигнала от операционной системы происходит диспетчеризация в пул для, собственно, выполнения и планирования работы. Вот этот паттерн называется реактор. Это один из паттернов, который лежит за вот этим вот словом реактивное программирование. Чуть-чуть понятно примерно? То есть… Обычная синхронность, она лежит в основе вот этого реактивного подхода. То есть можете попробовать почитать реактив-манифест. Там кроме чисто технических аспектов есть еще и замечания по поводу того, как должна вести себя система при увеличении нагрузки, например. То есть реакция на входящий, не знаю, входящий хайлот в час пик, например. Система должна отвечать как бы предсказуемо. Реакция на, не знаю, изменение топологии сети, на выпадение, не знаю, маршрута из дата-центра, к примеру. Тоже система, реактивная система должна предполагать какие-то организационные мероприятия, чтобы минимизировать влияние вот этих внешних факторов. Собственно, паттерны, которые позволяют проектировать такие системы… они и лежат в основе вот этих реактивных фреймворков. Так, теперь вот по поводу, опять же, блокирующих вызовов. Небольшая предыстория. Один мой коллега пишет проект на спринговом стеке, и у них используется для доступа к данным спринг-дата. Так? Все знают, да, что такое спринг-дата. Ну, если спринг, то дату точно знают. Отличная вещь, да, внешне очень красивая, как бы срезает очень много boilerplate и так далее. В основе всей спринг-даты лежит… Ну, то есть мы можем декларативно описать наши репозитории, и компилятор наимитит нам кода, который, собственно, по конвенции реализует, собственно, логику хождения в хранилище согласно конвенции. Ну, всегда нужно, как бы, смотреть, что на самом деле находится под капотом. И в случае с спринг-датой эластиком, как было вот у моего коллеги, у них в хранилище было Elastic Search, есть такой основной интерфейс, который реализует все вот эти запросы, апдейты, инсерты, то есть все крадооперации примитивные. Он называется Elastic Template, Elastic Search Template. И в нем все операции выглядят примерно следующим образом. То есть в конечном итоге, чтобы вы не пульнули, не запросили у Elastic через спринг-дату, делается вот что. Ну, то есть компилируется запрос, делается вот этот объект query, и делается его execute. Причем метод… Ну, вот это все, execute, компиляция query, это использование как бы проприетарного драйвера Elastic. И по API, по задумке, он не блокирующий. Он построен на асинхронном HTTP клиенте, на DING, и когда вы его спрашиваете о чем-то, он возвращает вам фьючу. Ну, в данном случае это единственный был фьючу, который можно в дальнейшем композировать. Кстати, кто-то знает, зачем? Ну, или какая проблема фьюча седьмой джавы? Как из нее получить результат? Не понятно. Нет. Ну, то есть, да, вы пульнули во фьючу какое-то вычисление, и никак, кроме заблокировавшись в этом же потоке, дождавшись ее завершения, вы из нее ничего вытащить не можете. Поэтому во всех библиотеках, которые начали использовать структуру данных фьюча, начали появляться колонны фьюча, которые позволяли делать композицию результата, не дожидаясь завершения фьюча. И в восьмой джаве появилась уже унифицированная конструкция, называется слушаемая фьюча. То есть на нее можно довесить, не дождавшись выполнения, завершения выполнения дальнейшей трансформации. То есть если вы знаете, что вы из фьюча получаете инт, вы можете применить к нему еще инкремент, декремент, то есть обычное функциональное программирование. А как мы это сделаем? То есть мы навешиваем колбек на него, когда он получится? Да. Там по сути под капотом это все выходит в цепочку колбеков, которые развернутся при завершении, при комплишне фьюча. В восьмой джаве уже есть нормальный фьюч? В восьмой джаве нормальный фьюч, который можно лямбдами композировать. В стали они были всегда нормальными. Так вот, получается мы делаем тут execute и сразу же мы делаем action get. Ну не мы делаем, авторы спринт-даты эластика для совместимости с API спринт-датой, они обязаны вернуть конечный результат. То есть если мы запросили тип T, мы должны вернуть тип T. Поэтому они прямо в вызывающем потоке делают action get, который на самом деле блокирует и дожидается завершения слушаемой фьюча. Хотя под капотом мы в принципе могли бы использовать асинхронное неблокирующее API. Вот собственно и все. То есть нужно всегда смотреть на каком транспорте вы ездите. То есть не бойтесь смотреть в исходники, ну именно в самую последнюю инстанцию тех исходников, которые вы используете. Можно вопрос? Какой тогда, допустим, ORM использовать со спринт-дата, если нам нужно с MySQL как бы работать? Или напрямую будет использоваться NEO? Чтобы использовать, ну скажем так, сейчас нет ORM-ов, которые работают на NEO и которые позволяют синхронность и так далее. Потому что сама идея ORM-а, это как бы все чикает нафиг. То есть понимаешь, ORM… Спринт-дата нельзя использовать. Нет. Ну то есть если вы хотите именно использовать неблокирующие возможности драйверов, тех сториджей, которые лежат за вашим бэкэндом, то спринт-дата нельзя использовать. То есть напрямую пишите свой query-компилятор, напрямую использовать этот эластик драйвер и композируйте фьючер, все. Как это делает Reactive Mongo, как делает это, не знаю, MySQL Reactive. Подобное название есть у него. А если обернуть еще RxJava, то есть RxJava… Ну смотри, если ты делаешь блокирующую операцию, то обернув его в RxJava, ты от нее не избавишься. У тебя все равно внутри этого Rx будет какой-то рабочий поток. И если ты много… Да, максимум, что можно это изолировать, момент блокирования так, чтобы он не давал сильного влияния и падения производительности на всех остальных участников системы. Вы говорите, что получается, что в Jav'е полноценные стандартные предприятия они как-то реактивные или нет? То есть сейчас понятно, то есть вы успели или там GDBC не реактивный вообще? Ну GDBC не был реактивный, но он же старый как свет. Ну а что там со временем стандартного? Я думаю, нет. Ну то есть я не знаю, ну что, Oracle что-ли переписал на то, чтобы он нормально работал из Play или Vertex, чтобы можно было, как бы не завершая запроса, отдавать кусочки из базы данных? Я думаю, нет. Поэтому есть альтернативная комьюнити, которая вот это все развивает и пытается как-то сделать. Для Oracle нету драйверов асинхронных. Да, это еще точно. В URL можно сделать реактивным, то есть в принципе… Ну опять же, в Jav'е какие-то практически на эту сторону есть или тоже… Я не встречал. И в Spry тоже нет на самом деле ОРМ реактивного. Ну да, если на самом деле… Нет, на самом деле вот… Ну я составил корка, да, в корке есть варианты корка, она умеет преобразовывать просто ревернула морка в дерево кейс-класса. Причем это не в ОРМ. Это лично такой… Ну, смотри… Слик умеет тоже преобразовывать дерево кейс-класса. Так, нет. 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 Ну, ОРМ, во-первых, должна managed state. Она управляет жизненным циклом объекта. Ну, обычно под ОРМом подразумевает, кроме того, что там маппинг, то есть в дотнете тоже, что энфибернейт не хибернейт, подразумевает еще и менеджмент состояния объекта, его как бы состояние от создания до сохранения и потом отсоединения от базы и удаления и так далее. То есть если вот это забыть, если это не нужно, если мы можем смоделировать нашу систему, обходясь лишь вот набором запросов, то есть если мы можем себе позволить, да, каждый раз сходить в базу, если это дешево, если там у нас, ну, если можно это делать, то без проблем, но обычно потом появляется какой-нибудь кэш, чтобы не ходить два раза, а мы сделали два апдейта и одним батчем его сохранили и так далее, то мы все равно приходим потихоньку к какому-то своему ОРМу. Ну, то есть надутанным, с состоянием, с кэшом, с сессией. Если мы можем смоделировать нашу систему без этого, а надо стараться это делать без него, то тогда, конечно. Так, сейчас мы бежим, две лицензии. Ну, одну лицензию, понятно? Так, вот, вы хотите... Так, кто у нас еще активно вопросы задавал? Не знаю. Кому? Вот вы еще, да, задавали? А, вам нужна лицензия? Хорошо, тогда вам вторая лицензия. Так, теперь давайте... Вроде, давай карточки джинастика сюда, а мне ее принеси, пожалуйста, там эту вазочку. Мы всем будем сейчас... Владимир, это представитель неохоста, вот, и вот он сейчас карточки на джиластик. Давай, бро. Это для... Что бы бесплатно на... Ну, как это на... Дискор... Короче, это скреч-карты. По примеру. Не 25. Хорошо. Так, ну, давайте. Кто хочет? Ну, давайте. Раз раздают, все-таки взяли. Да, раздают. Берем. Халява. Да, сейчас осторожней. Кто-кто там. Вот, все. Давайте. Давайте. Попробуем, попробуем. 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 И... Ух, чуть не уронил. Так, и последнее. Давайте. вам. Так, теперь, кто у нас... Кушечки и один рюкзачок. Так, я первую достаю. Прямо сверху достаю. Лучше говорится, кто раньше стал. Да, Олег Казак есть? Нету. Так. Пораньше тогда. Кто раньше стал? Поглубже. Ой, тут все сложно. Хорошевский и Макола Маколаевич. Хорошо, давайте вам. Да, что хотите, кружечку или рюкзачок? Тогда кружечку. Тогда кружечку. Вот. А вы козак? Да. А, хорошо. Тогда и... Давайте снизу еще достану вторую, кто первый сдавал. Сейчас стружечка, а последний рюкзачок? Стружечка и последний рюкзачок. Так. Павлова Васильченко. Да. Хорошо. Так, давайте я сверху вытащу, чтобы те, кто в конце сдавал. Ярослав Ищенко. О, первый ряд. Все куплено. Да, все куплено. Все, спасибо. Ждем вас в следующем году на наших встречах. Видео, надеюсь, оно сохранилось. Код, я надеюсь, также Ивана выложим. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо.